Друзья, приветствую вас! Знаете, во все времена и во многих культурах было такое понятие красоты, то есть эталон красоты, что для данной культуры, для данного народа или для данной страны было красивым. Ну и вообще есть такое выражение, красота требует жертв. Вопрос-то только в том, каких жертв и для кого эти жертвы. Вот, и естественно на сегодняшний день или вот на сегодняшнее время тоже есть люди, как бы жертвы красоты, жертвы всяких вот таких вот манипуляций, что касается внешности, скажем так, да, вот лица, тела, то есть это много пластических операций, то есть вот какие-то такие моменты. И это тоже вот такой вот пункт, что заставляет задумываться вообще, что для кого это красиво и что вообще является вот этой красотой. То есть внешняя ли это красота только или в принципе тоже нужно делать акцент на внутренние какие-то вещи, на внутренние качества человека, да, если он таким является. Вот, и сегодня поговорим о лотосовых ножках, которые являлись раньше в Китае вот, ну, таким эталоном красоты, что ли, для женщин. Но опять же, кто это придумал и откуда это появилось, я вам расскажу прямо сейчас. Бинтование ног буквально, если привести это название, то это означает связанная ступня. Обычай, практиковавшиеся в Китае, особенно в аристократической среде, с начала 10 до начала 20 века. Девочкам ломали кости ступни, после чего полоской ткани привязывали к ступне все пальцы ног, представляете, кроме большого и заставляли ходить в обуви малого размера, отчего ступни значительно деформировались, иногда лишая возможности ходить в будущем. Такие ноги традиционно называли золотыми лотосами. От размера ступни зависел престиж невесты, к тому же считалось, что принадлежавшей к высокому обществу даме не следует ходить самостоятельно. Эта бессилие, неспособность к передвижению без посторонней помощи составляла, по литературным свидетельствам, одну из привлекательных черт женщины-аристократки. Здоровые и недеформированные ноги ассоциировались с крестьянским трудом и подлым происхождением. При владычестве монгольской династии Юань в Китае маленькие ноги также становились символом национальной идентичности и цивилизованности, поскольку у монголов женщинам ноги не бинтовали. В начале 21 века осталось лишь небольшое число весьма пожилых женщин, имеющих деформированные ноги. Но есть также разные легенды, почему вообще вот эти ноги бинтовали. Ну вот одна, к примеру, легенда рассказывает, что любимая наложница императора Сяо Бао Цюань, у которой были изящные ножки, танцевала босиком на золотом помосте, украшенном жемчугом и изображениями цветов лотоса. Восхищенный император воскликнул, от каждого прикосновения ее ножки расцветают лотосы. Возможно, именно тогда возникло выражение «нога лотос» или «золотой лотос». Тем не менее, в легенде не упоминается о том, что многие девушки были забинтованы. Женщина с забинтованными ногами была ограничена возможности передвигаться самостоятельно. Она была вынуждена сидеть дома и не могла пойти куда-либо без сопровождения слуг. Считалось, что маленькая стопа не позволяет женщинам принимать участие в политике и общественной жизни. Женщина была зависима от своей семьи и в первую очередь от мужчин своей семьи. По этой причине забинтованные ноги стали символом гендерного неравенства, женского подчинения и целомудрия и мужской власти. Кроме того, женщина, не способная самостоятельно передвигаться, было свидетельством богатства и привилегированного положения ее супруга, поскольку он мог содержать неработающую жену. В конце XIX века в провинции Гуандун в бедных семьях стало обычаем бетновать ноги старшей из дочерей, которую готовили для престижного замужества, чтобы улучшить материальное положение семьи. У дела младших сестер была домашняя работа и брак с крестьянином. Они также могли стать наложницами более богатых мужчин. Семьи и мужья очень гордились тем, насколько мала деформированная стопа. Идеальная нога должна была не превышать 7 см длину. Такие ноги назывались золотые лотосы. Стопа длиной в 10 см называлась серебряный лотос. И если же длина превышала 10 см, то это был железный лотос и не сильно котировалась. Стопа не должна была выглядеть как опора для тела. В бедных семьях бинтование ног не всегда было тугим, и оно начиналось позже. В тех районах Китая, где выращивался рис, женщины участвовали в работе на полях. И там обычай бинтования ног не имел такого распространения, как в остальных частях Китая. Некоторые женщины с прибинтованными ногами могли ходить, хотя им это было намного труднее, чем тем, чьи ноги не были деформированы. Бинтование ног начиналось в детском возрасте у маленьких девочек до того, как стопа была полностью сформирована. Представляете, сколько страданий приходилось им перенести, чтобы стать такой красавицей. Чаще всего бинтовать ноги родители начинали осенью или зимой, поскольку холод уменьшал чувствительность к боли и помогал девочкам терпеть. Также снижал риск инфицирования. В богатых семьях в день первого бинтования ног девочке предоставлялась личная прислуга для того, чтобы ухаживать за ее стопами и носить ее на руках в те дни, когда боль становилась совсем нестерпимой. Это просто ужас какой-то. Для формирования лотоса требовалось приблизительно три года. Представляете, три года этих страданий, этих мучений, при том ноги в каком они состоянии-то были. Процесс деформации состоял из четырех этапов. Первый этап назывался попыткой бинтования. Попыткой, да, вот акцент я делаю. Попыткой бинтования. Прежде всего, ноги девочки обмывали теплой смесью из травяных отваров и крови животных для того, чтобы стопа стала более гибкой. Хлопковые бинты длиной 3 метра и шириной 5 сантиметров также вымачивались в травяных отварах и крови животных. Ногти на ногах подрезались как можно более коротко для профилактики врастания ногтей и как следствие инфицирования. После этого родители или слуги сгибали стопу ребенка с такой силой, что пальцы вдавливались в подошву ноги и ломались. Повязку накладывали в форме восьмерки, начиная со свода стопы, затем вокруг пальцев и, наконец, вокруг пятки. После каждого оборота бинта повязка туго затягивалась. Концы повязки сшивали для того, чтобы повязка не ослабла, а затем на ногу девочки надевали специальные носки и туфельки с острыми носами. После этой процедуры девочки с переломленными пальцами не давали снимать бинты и заставляли ходить на травмированной стопе для того, чтобы под весом тела она приобрела желаемую форму. Кроме того, ходьба была необходима для восстановления кровообращения в туго забинтованных ногах. Каждый день девочка должна была проходить не менее пяти километров, однако девочки с озобенно маленькими ногами ходить не могли и до конца жизни их носили слуги. Это просто вообще какой-то трэш. Второй этап длительностью более полугода назывался попыткой затягивания. На этом этапе бинты затягивались все туже, что многократно усиливало боль. Сломанные пальцы ребенка требовали постоянного ухода, поэтому повязки периодически снимались. Стопы омывались для того, чтобы удалить ткани, пораженные некрозом. Ногти аккуратно подстригались. Девочки массировали стопы, чтобы они легче сгибались. Иногда били их, чтобы суставы и сломанные кости стали более гибкими. После омовения ногу обрабатывали благовониями с различными ароматами. Сразу после этой процедуры повязка накладывалась снова, причем бинт затягивался еще туже. Этот процесс повторялся как можно чаще. Этим обычно занимались старшие женщины из семьи, девочки или профессиональные бинтовальщики ног. Считалось, что матерям не следует проводить эту процедуру, поскольку мать будет испытывать жалость к дочери. Представляете, что творилось? Третий этап назывался передом тугого бинтования. На этом этапе носок ноги постепенно притягивался к пятке. Кости при этом изгибались, иногда ломались снова. И четвертый этап носил название бинтование дуги. Его целью было формировать подъем стопы настолько высоким, что под аркой стопы могло поместиться куриное яйцо. В результате форма стопы начинала напоминать натянутый лук. И через 4 или 5 лет после начала бинтования стопы боль становилась менее мучительной. Однако страдания, причиняемые деформацией ноги, были такими сильными, что в Китае появилась пословица «Пара бинтованных ног стоит ванну слез». В более взрослом возрасте женщины должны были продолжать сами бинтовать себе ноги. Это приходилось сделать в течение всей жизни. В Китае существовали специальные стулья для бинтования ног. Каждый стул был оснащен выдвижным ящичком, в котором хранились бинты, ножницы для подрезания ногтей и прочей принадлежности. Самой распространенной проблемой было возникновение инфекции ног. Это была проблема, что в принципе красота красотой, но мы понимаем реально, что это ненормально просто было. О каком здоровье это вообще могла идти речь? Несмотря на то, что ногти регулярно подстригали, они часто врастали в палец, вызывая воспаление, повреждение ткани пальца. По этой причине иногда ногти удалялись, также несколько слоев плотной ткани не пропускали воздух к стопе. И из-за слишком тугой повязки кровообращение в стопе нарушалось. И кровообращение в пальцах ног вообще чизало. В результате инфекционные процессы в пальцах не прекращались. Начинался некроз тканей. Если инфекция приходила на кости, то пальцы могли отпасть. Это считалось благоприятным. Поскольку теперь ногу можно было прибинтовать еще ту же. Вообще класс, да? Если у девочки были более широкие стопы, в них иногда втыкали осколки стекла или черепицы для того, чтобы спровоцировать инфекцию. И как следствие некроз тканей. Вообще бомба. Инфекция ноги могла привести к смерти от заражения крови. Если девочка выживала, то во взрослом возрасте у нее чаще возникали различные заболевания. В начале процесса значительная часть костей стопы оставалась сломанной часто. На несколько лет, когда девочка становилась старше, кости начинали срастаться. Однако даже после того, как кости срастались, они оставались хрупкими и часто снова ломались. Особенно в подростковом возрасте, когда были еще недостаточно крепкими. Взрослые женщины часто страдали от переломов ног и бедренных костей, поскольку в положении стоя им было трудно сохранять равновесие, а также трудно вставать из сидячего положения. Женщинам дозволялось лишь перед сном слегка ослабить повязку и надеть туфли на мягкой подошве. Это вообще трэш какой-то. Существовала еще классикация, описывающая 58 разновидностей женских ног. Например, божественная, в высшей степени пухлая, мягкая, изященная, дивная, слабая и утонченная. Бессмертная, прямая, самостоятельная, драгоценная, слишком широкая, непропорциональная, чистая, слишком длинная, тонкая. Обычная, пухлая, распространенного типа, неправильная. Вот неправильная, это была обезьяноподобная большая пятка, обычная, ну как вот обычная пятка, да, дающая возможность карабкаться. То есть это не ходить изящно, да, как женщина, а карабкаться. В общем, я говорю, это вот для мужчин было, наверное, высший пилотаж, но для женщин, я думаю, это страдания были полнейшие. В Китае говорили, что при ходьбе женщина с деформированными стопами напоминает нежный ивовый побег, овиваемый весенним ветерком. Посторонние мужчины не должны были видеть ступни ног замужней женщины, по этой причине юбки шились очень длинными. Вот еще такой прикол, во время святовства семья жениха сначала интересовалась размером стопы невесты, то есть ну вообще какой человек, да, а именно что касается ноги. Если ее длина превышала 4 цуня, ну то есть приблизительно 13 сантиметров, чуть длиннее среднего пальца руки, то свекровь презрительным жестом срывала юбку с девушки. Представляете вообще, что творилось? А гости высказывали оскорбительное замечание в ее адрес. Мужчина имел право рассорбнуть помолвку, если обнаружилось, что ступни у невесты недостаточно маленькие. Женщины с недеформированными ногами не только не могли рассчитывать на удачное замужество. В богатых домах прислуживать хозяйки могли лишь девушки с забинтованными ногами. А те, у кого стопа была слишком большой, ну обычные, да, скажем так, вынуждены были заниматься более тяжелой и грязной работой, например, на кухне. Ну, конечно, куда им еще деваться? Когда в 1949 году к власти пришли коммунисты, им удалось добиться полного запрета на бинтование ног, в том числе в отдаленных сельских районах, жители которых не подчинялись соответствующему указу предыдущего правительства. Запрет на бинтование ног существует и в настоящее время в Китае, да. Помимо законодательного запрета изменился менталитет жителей Китая. В частности, особое внимание стало уделяться развитию спорта, в том числе женского. Победа китайских спортсменок в Олимпийских играх является предметом гордости для соотечественников. По этой причине понятие о женственности и женской привлекательности стало несовместимым с деформацией ног. Ну да, как-то деформировать ноги и спор, да, в любом случае два понятия, которые несовместимы. Однако обувь для деформированных ног продолжала производиться, поскольку еще были живы женщины, чьи ноги были забинтованы в детстве. Последняя пара туфелек для золотых лотосов была сшита в 1999 году. После этого состоялась торжественная церемония закрытия обувной фабрики, а товар, оставшийся на складе, был передан в дар этнографическому музею. Китайские женщины с деформированной стопой вынуждены были носить особую обувь, которая называлась туфельки лотоса. Их носки имели коническую форму и напоминали бутон лотоса. При этом туфли были очень малы и уменьшались на ладони руки. Иногда у туфель были каблуки или клинообразные подошвы, благодаря чему нога оказалась еще меньше и ходить становилась еще труднее. Но куда еще труднее? Обувь обычно шили из хлопка или шелка. Иногда они были простыми, но чаще всего они были украшены вышитыми изображениями цветов птиц и животных. Иногда вышивка была даже на подошвах, поскольку подразумевало, что женщины со скалечными ногами ходить не будут. Вот такие были традиции. Как говорится, красота требует жертв, и она потребовала, к сожалению, у многих женщин того времени сильных жертв. Для кого эти были жертвы? Мы сейчас узнали. В основном для мужчин, для семей, для того, чтобы их выдать замуж. А для самих женщин это, конечно, были пытки, это были мучения, это были страдания на несколько лет. И при том, в тот период, когда все вот эти вот процедуры происходили, это было просто, это адские были какие-то мучения. И вот вопрос, стоит ли вообще, или стоило это вообще вот таких жертв, для чего, для кого и для чего. В общем, вот так вот. Ну, на этом я с вами прощаюсь и до следующего раза. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok